Всем доброе утро! Всем снова приветики! Ой, друзья, что у нас вчера вечером творится? Боже мой, у нас такое творилось! У нас такой конкретный град был! Ой, у нас дождь пошёл! Уже мы не поиграем! И гром, и молния! Уже будем завтра снова играть! Сначала дождик, потом пошёл сильный ливень, а потом сильный град. Смотрите, бедная моя тыквочка, видите, дырки. Побила листочки. Ой, надеюсь, что всё будет хорошо, и она дальше будет расти себе спокойно. Офигеть! Цветы тут поупали. Мята упала, бедная, но она высокая, ведь уже семена. Вот, вот эти вот цветочки, бетонии тоже упали, побила их градом. Самое интересное, что... Ой, трактор, трактор едет. Самое интересное, что вот эти вот цветы нормально, не побила. В общем, ну, хорошо. В общем, сейчас я оденусь, потому что прохладно у нас с утра, после такой стихии. Короче, такой конкретный град был. Офигеть! Вон, смотрите, цветы и внизу. Сколько петуния. Ох, бедная петуния. Ну, ничего-ничего, она ещё разрастётся. Главное, не всё побила. Главное, что она не была такой молоденькой, маленькой петуния. Она уже разрослась хорошо. Сейчас пойду посмотрю, как там в огороде, что побила, что не побила. Наш теннис и стол, эти. Вот так вот будем всегда делать. Видно, что коты наверху лежали. Ой, блин. Мячик. А, это тот первый мячик, который побили. А, нет. Это целый хороший мячик. Где они его взяли? Блин. Он же в коробке был. Как они его вытащили? Блин. Короче, пошли смотреть. Пошли смотреть. Ой, бедная тыква. Боже, что вы смотрите. Цветок побила. Цветок побила. А, это не тыква, это кабачок, цукина. А тыква вот здесь, вот две тыквы. Да, видите, листья все побиты. Все побиты. Все с дырками листья. Вот это да. Самое главное, чтобы вот эти концы там не побило, чтобы они дальше шли и росли. Вот здесь вот эта тыква, которая под оливой, видите, нормально. Все, чики-пики. Так, самое главное, чтобы огурцы. Ну, это помидоры я уберу. Вот это нормально. Ничего, все в порядке. Огурчик нормальный. Кое-какая кукуруза, смотрю, упала. Вот это тоже помидоры я уберу. Офигеть, бедный огурчик. Смотрите, что творится. Вот это дырище. Йо-ка ломанная. Вот это град был у нас. Листа вообще нет. Срезала, прям срезала. Охренеть. Охренеть, что творится. А вот под крышей еще более-менее нормально огурчик. Смотрите, кукурузка упала. Ой, что-то, 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 что-то. Боже мой, бедный огурец. Бедные огурчики. Блин, снова эти его лианы. Идут на нашу сторону, мешают огурцам. Соседские лианы. Я их туда перекидываю, они все равно сюда падают. Надо их пообрезать вообще нафиг. Здесь что? Нормально, верхушка есть. Угу. Вот это да, сказала я. Вот это град был у нас. И вот тут еще огурчик. Тоже листья, видите, побитые. Ну, вон там сколько огурчиков будет. И здесь один огурчик. Нормально, нормально. Баклажаны нормальные. Вот я вчера их переставила сюда. Так листья немножко упали. Ну, все, сейчас нормально ожил баклажанчик. Сейчас пойду посмотрю. Там еще у меня пару огурчиков есть. И кукурузка. Ну, мне огурцы жалко. Ну, здесь нормально, более-менее. Кустик. Вот этот мне не жалко. Он что-то приболел. Не знаю, что с ним делать. Да. Вот такая вот у нас стихия была. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Ергины. Героины. Вот другой кустик тоже скоро распустится. И вот третий кустик. И там у нас еще четыре кустика. Офигеть. Хорошо, что мы вчера вечером котов успели, как говорится, домой загнать до дождя. Потому что мы как раз только поужинали. И вышли во двор, чтобы убрать этот стол теннисный. Потому что мы понимали, что, как говорится, надвигается черная туча, дождь будет. И лучше сразу убрать. Вот. И сразу котов забрали домой. И как? Львануло. Ёкало мне. А Никита что умудрил? Так. Всем огромный пламя итальянский чао. А вот и я. Немножко собралась. Сейчас скоро буду выходить. Ну, пока у меня есть время, расскажу, что вчера Никита учудил. Ёлки-палки. Вот уже, как в Италии говорят, тестодора. Это значит, типа, упертый, упертый. Вот он, упертый. Вот каждый день после ужина Никита выходит ходить. Именно по полчаса ходить, быстрым шагом. В общем, круги наборачивает здесь, недалеко от дома. Вдоль канала. Вот. Каждый вечер. А вчера у нас эта стихия началась не сразу после ужина, а чуть-чуть попозже. И он обычно приходит сразу после ужина. А тут, когда мы начали котов загонять, Никита еще дома после ужина. Я говорю, Никита, иди, пока дождь не начался. Нет, я хочу. Я люблю ходить под дождем. Представляете? Я говорю, если бы я знала, что будет еще и такой ливень, и такой град, я бы вообще не отпустила его, наверное. Я говорю, Никита, ну я думала, что будет просто ливень, но вот грозу обещали, да, грозу. И дождь, и все. Но вот такого, такой стихии вообще по гарнозам не было. Вот. Хорошо, что Никита взял с собой мастерку. Более-менее плотная мастерка, не летняя, с капюшоном. В шортиках пошел, блин. В общем, кроссовки, носки. Пошел, только он вышел. Начался маленький дождик. Потом начался ливень. И когда, я думаю, ну ладно, он и под ливенем гулял уже. Благо у него есть это самое, вот эта мастерка плотная с капюшоном, и все такое. Зонт не хотел брать, он тоже упертый. И, короче, это самое. А я с наушниками уже сидела за компьютером, редактировала блог. И я даже через наушники, я же глухая, полуглухая, у меня правое ухо не слышит практически. Вот. Я одним ухом слышу. Вот. И даже с наушниками я услышал этот град. Вы представляете, с какой силой был град. Вот такие вот. Вот такие вот шарики были. Я даже не... Это не горошина. Это, я не знаю, как назвать. Это даже не фасолина. Но вот примерно вот... Примерно вот такие вот. Вот такие вот кругленькие. Именно от такого диаметра. Представляете? Офигеть. Я говорю, бедная. Мои насаждения. Я как подумала, что Никита на улице под таким градом. Я давай ему звонить на телефон. Чтобы он спрятался куда-то под какой-то навес. Вот. Или если он рядом с домом, быстренько домой вернулся. Он не ответил. Но я ему что-то говорила. Он говорит, мама, я ничего не слышу. Представляете, какой шумный град был. Вот такой шум был, что он ничего не слышал. В общем, я ему написала смс-ку. И потом уже он вроде как видел эту смс-ку. Чтобы он спрятался куда-то под навес. А потом уже град, когда прекратился, я ему снова позвонила. Я говорю, иди уже домой. Он, наверное, мокрый снег до головы. Он говорит, да, я, говорит, уже возвращаюсь. Я уже возле дома рядом. Так он и проходил полчаса. Представляете? Вот упер. Ты раньше не вернулся. Вот полчаса, как он ходит, так и проходил полчаса. Даже под таким ливнем. Даже под таким градом. Пришел домой. Представляете? Все с него капало. Со всех вещей капало. А я как увидела, он там в коридоре. Даже не заходя к нам. Не то, что в коридоре, а на лестнице. Там, где лестница. Даже не заходя в коридор. Только двери открыты. Я ему принесла. Это самое, другую майку. Принесла тазик, чтобы он все свои вещи скидал в тазик. Что там хоть выжимай все. С него капало конкретно. Представляете? И вот тестодор. Действительно, вот упертый. Говорила ему раньше. Иди, пока дождь не начался. Нет, я пойду попозже, когда дождь под дождем. Вот он попал под дождем. Учудил, да? Офигеть. Вот такие вот у нас вчера. Вот вчера, как вы видели, у нас к нам пришел теннисный стол. Вот. И хорошо хоть до ужина. Мы немножко поиграли. Представляете? Для меня это просто как радость души. Я не могу без движения. Я не могу без этого дела. Спасибо вам большое за, как говорится, поздравление с этим столом. Вот. Я не могу без движения. Я не могу сидеть долго на одном месте. Это для меня тоска зеленая. Вот. И я не могу видеть, когда мой сын родной сидит на одном месте целыми днями за этим компьютером. У меня душа просто-напросто болит. И вот купила ради нас, ради себя, ради Никиты. Мы купили этот теннисный стол. Вот я еще говорила, что хочу еще купить вот эту баскетбольную сетку. Вот. В общем, вчера хоть до ужина поиграли немножко в этот теннис настольный. Ой, это классно. Вообще здорово. И что самое хорошее, что коты нам не мешали. Вот. Томас, он себе улегся там в эту новую коробку большую. Он любит коробки. Вот. Ария и Джоя, они где-то там в глуби были в огороде. Они, 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 они побаиваются этого стола. Но все равно мы их приучим, чтобы они нам не мешали во время игры. Так-то они могут прыгать на стол. Я вам показывала, что мы стол прикрываем. Вот. А когда играть, я буду их приучать, чтобы они на стол не прыгали. Так что не переживайте. Все, вот чики-пики. Вот это стихия была. Вот это у меня сын такой, блин, под градом гулял. Офигеть.